Друзья, приветствую вас. Вы смотрите канал Политека. Спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что смотрите, поддерживаете. Не забывайте также это видео поддержать вашим лайком, подпиской на наш канал, если этого еще не сделали, и написать вопрос, либо же комментарий под этим видео. Для нас это очень важно. Сегодня в нашей виртуальной студии Владимир Фисенко. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Вячеславович, предлагаю начать с вами с такой темы. Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 10 января. И хотелось бы услышать ваш анализ, что означает этот шаг для украинской политики. И недавно, общаясь с моим знакомым, он еще задавал вопрос, говорит, интересно, а с Медведчука уже все, ну, скажем так, достали по всей информации, что мы сделали тогда обмен, сейчас вот другие шаги мы видим. Ну, достали из него всю информацию, это вопрос не ко мне, к Службе безопасности Украины. Ее руководитель, вот он перед Новым годом давал большое интервью, Наталья Масичук, и он намекнул, что, в принципе, они сняли с Медведчука много необходимой информации. А какую именно, сколько, достаточно, недостаточно, знают только они. И он особо в детали не вдавался. Я думаю, что будущее покажет. Другое дело, многие украинцы хотели бы, конечно, я думаю, что это так или иначе надо сделать, вне зависимости от того, есть у Медведчука гражданство или нет, наше законодательство позволяет это сделать, необходимо довести до финала уголовное дело по государственной измене Медведчука. И должен быть приговор по делу Медведчука. Вот это необходимо сделать. Как, кстати говоря, и по другим фигурантам. Все, кого сейчас лишили гражданства, по всем этим людям, насколько я понимаю, есть уголовные дела. У нас называется криминальное впроваджение, криминальное производство. Вот эти уголовные дела надо довести до суда и до судебного приговора по государственной измене. Лишение гражданства сейчас произошло фактически по факту. По факту, что они выехали из страны, они работают или сотрудничают с врагом, со страной-агрессором. Здесь основание, я так понимаю, закона о коллаборантах, ну и сам факт сотрудничества со страной-агрессором. Именно по этой причине их лишили гражданства. Перед этим тоже был прецедент лишения гражданства, я напомню, летом прошлого года. Тогда лишили, ну по другой причине немножко, это наличие гражданства других стран. Ну, судя по информации, которая появлялась, я имею в виду и Коломойского, Рыбиновича, и еще там целый ряд других людей. У кого-то израильское гражданство было, у кого-то, я так понимаю, там болгарское или еще какое-то. Но в любом случае гражданство другой страны. А у нас Конституция требует, чтобы было гражданство одной страны. Побочный эффект этой ситуации, и он, может быть, сейчас важен в нынешнем конкретном политико-правовом контексте, речь идет о народных депутатах, о членах фракции ОПЗЖ. Вот четыре этих товарища. И поскольку сейчас обсуждается, есть законодательные инициативы о лишении депутатов ОПЗЖ депутатского статуса, всех депутатов, президент вот сделал такой шаг, он как бы сделал пас народным депутатам, что он помогает ускорить этот процесс по тем депутатам, которые разорвали связи со страной и перешли на сторону врага. Вот он лишил их гражданства, а это по Конституции Украины является основанием для лишения депутатского статуса. Если у народного депутата гражданство другой страны, или он перестает быть гражданином Украины, все, это основание для лишения его депутатского статуса. Это, кстати, произошло с Рыбиновичем и еще с одним депутатом от слуг народа. Вот теперь можно таким же образом лишить гражданства и четырех депутатов ОПЗЖ. Но поскольку обсуждается тема лишения депутатства всех депутатов ОПЗЖ, идет дискуссия бурная на эту тему, есть и законодательные инициативы, я поясню, в чем здесь проблема. Проблема конституционная, правовая, и я бы даже сказал, она и международно правовая. Я поясню, почему. Конституция четко фиксирует пункты, основания, по которым можно лишить депутатского статуса. Ну, это, например, смерть народного депутата, утрата гражданства. И, ну, там, что он не входит в список партии, по которой он был избран, от которой он был избран в парламент, по списку, который был избран в парламент, не входит в ее фракцию. Это я сейчас не буду все перечислять. Есть, кстати, там интересная позиция. Если депутат выехал за границу и фактически утратил связь со страной, с парламентом, то это тоже может стать основанием. Это к тому, что у нас часть народных депутатов находится сейчас за кордоном, условно, то, что называют журналисты, батальон Монако. Да, вот по ним, я думаю, тоже можно действовать вот таким образом, опираясь на эту норму Конституции. А так, сугубо политическим решением нельзя лишить депутатского мандата всех членов ОПЗЖ. Это будет нарушением и общих правовых принципов. А мы же идем в Европейский Союз. А это один из принципов верховенства права. Я напомню, в этой связи очень важный прецедент, показательный прецедент. В 2014 году у нас была очень популярна тема иллюстрации. Даже был принят соответствующий закон, который фактически давал основания выгонять из государственной службы, из органов государственного управления людей, которые занимали руководящие посты в период правления Януковича. То есть такая политическая иллюстрация, политическое очищение. Идея была очень популярна и был соответствующий закон. А что потом оказалось? А потом оказалось, что Венецианская комиссия Совета Европы сказала это неконституционно, неправильно. Это противоречит правовым принципам, в том числе правам и свободам человека. Ответственность юридическая может быть индивидуальной, а не коллективной. Вот в данном случае по ОПЗЖ правильный путь, юридически корректный путь решения проблемы, это индивидуальное решение. Совершил человек преступление, вот он стал коллаборантом, или разорвал связи со своей страной, с парламентом, не работает в парламенте, хотя избран как бы ее состав, но не работает в парламенте. Вот это может быть основанием. Утратил гражданство своей страны, тоже основание для лишения депутатского мандата. А всех скопом, как бы просто по политическим основаниям, так нельзя. Поэтому да, есть война, есть как бы упреки справедливые, что эти люди в свое время выступали за дружбу и союз с Россией, в составе фракции ОПЗЖ. Но тем не менее, ответственность должна быть индивидуальной, а не коллективной. Так что вот тут важный нюанс. Но само по себе решение президента о лишении гражданства четырех народных депутатов ОПЗЖ, во-первых, я считаю его справедливым. Потому что, как я понимаю, все четверо за пределами Украины, но Медведчука обменяли, насколько мы знаем. Козак убежал еще до начала войны. Он был под санкциями, и он уехал еще до начала большой войны, до 24 февраля. По Зеркачу и по Кузьмину мы точно не знаем, но судя по утечкам каким-то, они тоже за пределами Украины. Поэтому я считаю это решение справедливое. И это решение дает основания и для соответствующих решений Верховной Рады. Насколько я понимаю, будут голосовать на ближайшем заседании Верховной Рады. Вот в чем политический и правовой смысл этого решения. Да, будем наблюдать, как будут дальше развиваться события, потому что многие, как вы уже немного озвучили, коснулись этой темы, возникают вопросы по поводу того же Бойко, Шуфрича и других, каким образом будут с ними решать вопрос. Но тут еще вытекает следующее. Теперь по информации Верховной Раде останется 411 нардепов. Это наименьшее количество в истории страны. И поговаривают о том, каким образом будут проведены выборы. Досрочные, недосрочные. Мы понимаем, что военное положение и по военному положению мы не можем провести выборы. Но как вы видите развитие событий в дальнейшем? Да, вот вы очень правильно обратили внимание на опять-таки юридическую сторону вопроса. 411 депутатов. Но у нас и не было и 450, как по Конституции требуется. То есть полного состава у нас 2014 года нет. Ну потому что избирается половина депутатов по мажоритарным округам, половина по списку. И раньше не могли избрать всех депутатов-мажоритарников, ну потому что Крым и часть Донбасса были оккупированы. А сейчас еще возникла проблема с частью списочников. Потому что поскольку УПЗЖ запрещена, вот раньше действовал такой принцип, он прописан в законе. Если депутат, избранный по партийному списку, лишается депутатского мандата или сам уходит, то его замещают другой по списку. Ну следующий, который там по очереди в списке. Ну поднимается. Да, да, а сейчас этого делать нельзя, поскольку УПЗЖ запрещена. Есть разъяснение Центральной избирательной комиссии. Поэтому, да, список народных депутатов уменьшается. Насколько это критично? Пока нет. Пока не критично. С точки зрения Конституции и норм права, и возможности для законодательной работы Верховной Рады Украины. По Конституции Украины Верховная Рада дееспособна, если в ее составе не меньше 300 народных депутатов. Да. Ну то есть запас еще больше, чем 100. Не больше, а 111 человек еще есть запас. Я думаю, что до критической точки дела не дойдет. То есть в юридическом плане пока проблемы нет. Есть проблема для слух народа, для парламентского большинства с точки зрения достаточности голосов. У них сейчас, ну и раньше была проблема, но они не такая критичная. А сейчас стабильно голосуют. Ну к сожалению, сейчас вот с сайтом Верховной Рады проблема. Тяжело отслеживать там часть информации. Я не знаю, из-за реконструкции сайта или из-за войны они закрыли часть информации. Но не всегда есть возможность оперативно проверить там статистику по голосованию. Постфактум только. Но заметно, что услуг народа стабильно голосует где-то 180 там, ну 180 с копееками, иногда чуть больше депутатов. Часть депутатов ушла в оппозицию, так называемая, группа Разумкова. Там часть мажоритарников. Кто-то за границей тоже оказался, кстати говоря. И тоже проблема с этими депутатами. Вот кого-то, как там одного из депутатов по теме гражданства убрали из списка. Поэтому есть проблемы. Им не хватает голосов. Раньше они эту проблему решали за счет сотрудничества с депутатами-мажоритарщиками, которые голосовали вместе с ними. Ну иногда голос помогал, там Батьковщина хотя бы частично. Но это происходило в обмен. Ну традиционный такой политический принцип «ты мне, я тебе». Мы поддерживаем вас, например, в кадровых решениях или в тех или иных законодательных решениях, «А вы в обмен нам что-то, нам наши законодательные инициативы поддержите, либо там как бы по кадровым вопросам пойдете нам навстречу, либо там по каким-то вопросам экономическим». Это такой политический бартер, который был всегда. Это давняя традиция. И сейчас слуги народа, которые хотят сохранять формальное однопартийное большинство, они эту модель использовали. Модель ситуативного большинства. А сейчас война. У них таких активных депутатов, которые действуют консолидированно, стало меньше. Что делать? Идти на поклон фракции Порошенко. Это основной политический противник-конкурент, как-то не Камильфо. Там можно частично с голосом договариваться, с какими-то другими, с мажоритарщиками. Но это ж надо договариваться. А тут есть депутаты, которые абсолютно лояльны. Да, враги, но раскаившиеся. Которые сказали, «Да, мы ошибались, да, мы осуждаем Россию сейчас, мы были неправы, мы на стороне нашей страны». В принципе, ситуация нормальная. И, кстати, давно знакомая. Я напомню, в Украине это было уже неоднократно. Коммунисты, так называемые суверенкоммунисты, поддержали в 1991 году независимость Украины. Ну, когда произошел крах Советского Союза после ГКЧП. После Оранжевой революции почему парламентариев, которые поддерживали тогда Януковича, перешли на сторону Ющенко. В 2014 году, после революции достоинства, почему стала возможной сама смена власти, объявление президентских выборов, избрание нового руководства, стороны нового правительства, только потому, что тогдашнее парламентское большинство, бывшие регионалы, перешли на сторону революционеров из лагеря революции достоинства. То есть, это примеры, что происходило то же самое. Вот и сейчас. Можно это называть цинизмом, я бы назвал это такой циничный прагматизм. Это устраивает слуг народа. Это такой резерв голосов в парламенте. Не единственный, кстати, потому что есть и другие. Но которые абсолютно лояльны. С ними не надо договариваться. Им не надо ничего давать в обмен. Единственное, что их устраивает, их не трогают. Их оставляют депутатами. Вот и все. Да, это многие осуждают. Но с точки зрения парламентской прагматики, пока что слуг народа это устраивает. Думаю, что это устраивает их до завершения работы нынешнего парламента, нынешней Верховной Рады. Я напомню. Вот тут вот мы подходим ко второй части этой проблемы. Да, о самых одиозных. Таких, как Медведчук, Козак. Ну, те, кто бежал из страны, их убирают. Их лишают мандата. В принципе, я считаю, это достаточно оптимальный вариант. И в соответствии с законом. И в то же время, как бы, остается возможность прагматично использовать оставшихся депутатов и до ПЗЖ. Нынешний состав парламента по Конституции должен работать до конца этого года. В соответствии с буквой Конституции выборы парламентские должны состояться в конце октября, в последнее воскресенье октября нынешнего года. Но состояться они могут, и вы об этом сказали, если не будет военного положения. А военное положение может быть остановлено или прекратиться, если закончится война. Закончится война до осени или нет, мы не знаем. Если она закончится до осени, ну тогда да, выборы, наверное, состоятся. И в принципе, команде Зеленского выгодно будет провести выборы, если война закончится для нас победно. Им будет выгодно провести выборы как можно скорее. Кстати, в том числе и президентские. И тут еще один нюанс скажу. Но об этом знают все политтехнологи и политологи давно знают. Механика такая. Сначала выгоднее провести президентские выборы, а потом парламентские. Потому что на парламентские выборы, на результаты парламентских выборов очень сильно влияют результаты президентских выборов. Особенно если президентские выборы, ну скорее, если парламентские выборы проходят сразу после президентских. Не через полгода или через год, а сразу. Потому что, если проходят парламентские выборы раньше, тогда новый состав парламента может влиять на ход избирательной кампании. В принципе, сейчас ситуация такова, насколько я знаю по рейтингам. Если бы выборы парламентские проходили сейчас, то слуги народа получили бы примерно такой же результат, как и в 2019 году. То есть, смогли бы сохранить однопартийное большинство. Но в силу высокого рейтинга Зеленского. А Зеленский мог бы победить уже в первом туре президентских выборов. Опять-таки, в силу своего большого авторитета, который он восстановил, даже укрепил в условиях войны. Но это сейчас. А что будет потом? Мы не знаем. Я вам скажу, для Зеленского и для его команды самые большие проблемы начнутся после войны. Потому что сейчас в условиях войны все консолидированы. В том числе и поддерживают Зеленского. Ермака могут критиковать, правительство могут критиковать, местные власти. Зеленского сейчас не принято критиковать, он главнокомандующий и все понимают, да, ну и хорошо себя проявил во время войны. Поэтому надо поддерживать как и руководство вооруженных сил, так и президента Украины. А после войны у нас восстановится быстро политический плюрализм. Все начнут снова критиковать власть, включая президента. И ситуация начнет быстро меняться не в пользу власти из-за сложности социально-экономической ситуации. Но вот сейчас пока дилемма. Мой прогноз, если война не затянется, а завершится достаточно победным для нас образом, тут тоже есть нюансы, сейчас не буду вдаваться, но завершится наша победа, либо полная, либо относительная, то на волне этой победы практически сразу после завершения войны будут объявлены и президентские, и парламентские выборы. Это будет выгодно политтехнологически команде Зеленского. При этом я могу спрогнозировать, пройдет ребрендинг партии Зеленского, обновление ее списка очень сильное. Я могу спрогнозировать, не меньше трети, а возможно около половины нынешних депутатов от слуг народа утратят свой статус. Но в первую очередь те, кто отошел от них. Кто перешел в оппозицию, кто перестал быть лояльным. Все эти люди потеряют возможности, ну то есть их не будет в списке партии Зеленского, а пойдут они в политику по другим спискам, сложно сказать. Ну вот Разумков поведет свою партию, да. И то он не всех будет брать, потому что там некоторые были одиозные, некоторые были чистыми лоббистами. Но в любом случае, я даже могу вам сказать, если бы я был консультантом у президентской команды, я бы рекомендовал им. Ну надо провести исследование соответствующее, оценку рейтинговую, но есть просто сейчас звездный состав людей, которых можно поставить в верхушку списка обновленной президентской партии. Михаил Федоров, он кстати был в списке слуг народа. Вице-премьер, автор одной из самых успешных реформ цифровизации. Кубраков, вице-премьера, да. Кто-то критикует, но тоже. Министерство работает очень эффективно. Кулеба Дмитрий, наш главный дипломат. Резников, министра обороны. А можно еще Буданова, я не знаю, он согласится или нет. Буданова можно. Список, звездный список можно составить, за который проголосует около половины украинских избирателей. Это даже по нынешним рейтингам. Так что, если выборы будут сразу после завершения войны и в случае победного завершения войны, тогда проблем для президентской команды на выборах не будет. Но я скажу о других проблемах, к которым надо готовиться уже сейчас и уже именно сейчас надо начинать законодательную работу. О чем идет речь? Ведь голосуют на выборах избиратели. А у нас около трети избирателей, это я немножко округляю, выехало с места проживания. Это вынуждены переселенцы. При этом несколько миллионов человек за кордоном, даже не внутри Украины. А голосуют у нас избиратели по спискам избирателей. Каждый из нас в списке по адресу проживания, там, где он зарегистрирован. И как быть? То есть надо решить эту проблему. Вот сугубо формальная процедурная проблема. Надо ее решить. Либо изменить правила голосования, что избиратель на выборах в центральные органы власти может голосовать не по месту проживания. Надо каким-то образом изменить, обновить списки, потому что они очень сильно поменялись, конечно, и дать возможность голосовать не по месту проживания. Это первое, что нужно сделать, но надо продумать эту механику. Второе. Как быть с избирателями, которые за кордоном? Один вариант решения проблемы – это максимально расширить число избирательных участков за границей. Раньше у нас за границей голосовало всего лишь несколько десятков тысяч людей, а сейчас там миллионы. Даже раньше, ну по разным оценкам, ну не все зарегистрированы, естественно, наши трудовые мигранты были. Но даже раньше там по оценкам было около двух миллионов, не меньше двух миллионов. Ну кто-то считал, что гораздо больше. А голосовало всего несколько десятков тысяч. Голосуют, как правило, в посольствах и в консульствах. Я вот сам дважды голосовал за границей. Голосовал в посольствах. Один раз в Вашингтоне голосовал, второй раз голосовал. Ну к нам приезжали, правда, в Канаде я был. И мы к нам приехали с урной, тогда это позволялось, с посольства, нашего посольства в Канаде. Мы голосовали нашей группой в нашем отеле. Но вот надо создать условия для голосования миллионов людей за границей. Это очень важно. Это один вариант сложный, надо продумать, возможно ли это и как это сделать. Еще один вариант, который вызывает наибольшую критику и к которому мы, мне кажется, еще не совсем готовы по разным причинам, это электронное голосование. Тема обсуждается, но нет уверенности в безопасности этого механизма. Но имеется в виду голосование через приложение ДИА. Критиков очень много, я думаю, что Верховная Рада не согласится. Но вот это все, я просто называю, наиболее важные проблемы, самые сложные, если проводить выборы. В любом случае, это в самом оптимальном сценарии, если война заканчивается, надо будет проводить выборы. Вот надо внести предварительные изменения в избирательный кодекс Украины, так, чтобы все наши граждане, в том числе и те, кто за рубежом, смогли бы принять участие в этом голосовании. Так что нам, прежде чем идти на выборы, еще надо провести очень серьезную организационную правовую работу. А выборы состоятся, естественно, выборы состоятся только в условиях завершения войны. Если война, к сожалению, а это тоже возможно, не завершится в нынешнем году, ну тогда выборов не будет в этом году. Они будут перенесены, наверное, на период после окончания войны. Владимир Вячеславович, хочу с вами еще затронуть темы, которые есть у нас на фронте и, ну скажем так, определенные позиции некоторых у нас заважей. Пригожин сказал такие слова, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию «Солидара». В центре города образовался котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме «Солидара» не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер». То есть, если перевести на простой язык, то мы можем воспринять, что Пригожин славу не желает ни с кем делить. Он сказал, что это только наша заслуга, вот такие мы молодцы. То есть, по его риторике мы можем сделать вывод, что он хочет зарисоваться перед Путиным, перед топленным руководством, для того, чтобы иметь какой-то политический вес, я так понимаю. Ну, на политический вес он давно работает. Но я для начала отмечу, это информация самого Пригожина. Хотя сам Пригожин уже неоднократно и по «Бахмуту», и по «Солидару» уже вынужден был делать уточнение, что «Солидар» еще не взят. Потому что там были сообщения, что якобы уже взяли «Солидар», что идет борьба за каждый дом. Пока мы можем сказать только одно – в «Солидарии» идут очень тяжелые бои. Говорить о котле внутри города, ну, это смешно немножко. Слушайте, какие котлы внутри города? Те, кто знает военную историю, я не военный эксперт, но я немножко знаком с военной историей, как это было в годы Второй мировой войны. Когда идут бои в городах, городские бои, это бои за каждый дом, улицу. Там говорить о каких-то внутренних котлах, ну, это несерьезно. Ситуация меняется, и по сообщениям наших источников, я имею в виду и военных, и журналистов, которые работают на фронте. Там идет борьба за каждый дом, бои очень тяжелые, очень тяжелые. Иностранные источники это подтверждают, вот информация СНН тоже. Идут городские бои в «Солидарии». Поэтому не будем пока торопиться с выводами, по-разному может развиваться ситуация, даже если, например, россиянам удастся взять «Солидар». Это не критично. Вот как показал опыт боев летом прошлого года на Донбассе, я напомню, пришлось украинским войскам уйти из Лисичанска, из севера Донецка. Пришлось уйти. Но после многомесячных боев. И что в итоге? Это позволило на несколько месяцев задержать продвижение российских войск, перемололо значительную часть российского военного потенциала. И это заложило предпосылки для нашего контрнаступления осенью. Сначала в Харьковской области, а потом и на юге, в том числе и освобождение Херсона. Вот я думаю, что примерно такая же ситуация будет и сейчас. Борьба за «Солидар», за «Бахмут», за «Авдеевку» имеет значение не только в плане удержания пунктов конкретных. Города практически разрушены. Мы видели, есть и снимки, в том числе и аэрокосмическая съемка. Города практически разрушены. Солидар и «Бахмут». Здесь решаются тактические задачи. Надо перемолоть, измотать максимально российский наступательный потенциал. Для того, чтобы потом были подготовлены предпосылки для нашего контрнаступления. Что касается Пригожина, то естественно он пытается быть главным победителем со стороны российской армии. Он таким образом пытается поднять свой политический потенциал, предстать в роли такого потенциального спасителя. Не только для Путина, а для России. Он уже играет на свой собственный имидж. И вот тут интересная вещь на перспективу. А нужно ли это остальным? Как это не парадоксально. Да, Путину Пригожин нужен, потому что на фоне всего остального у этого хоть какие-то успехи есть. И это повышает ставки Пригожина в глазах Путина. Но одновременно Пригожин это вызов для Путина. Ведь это потенциальная угроза на будущее. Человек, который пытается быть победителем единоличным в стране, где всегда был только один-другой победитель. Это Путин. А тут появляется некий новый персонаж. Да, путинский инструмент, но который сам претендует на славу. Кроме того, это вызов для военных, для российских спецслужб, для традиционной российской элиты. Потому что Пригожин уже пытается влиять на кадровые решения в России. Он пытался сменить петербургского губернатора. Обратите внимание, не получилось. Они убрали генерала Лапина вместе с Кадыровым. И что случилось? Лапин вернулся. Правда, я не смотрел последнюю информацию. Там подтвердили или нет. Но якобы его назначили главой штаба сухопутных войск России. Это вызвало недоумение у партии войны, у сторонников Пригожина и Кадырова. Но я думаю, это не случайно. Это сигнал того, что Путин никому не доверяет и никого не будет выделять персонально. Это система сдержек и противовесов. А некоторые российские военные комментаторы еще осенью намекали, что не удивятся, если с Пригожиным что-то случится. Это бы очень отвечало интересам военной верхушки. Того же самого Шойгу, Герасимова. Что-то случится на фронте. Война же. Поэтому пусть пока, я думаю, логика такая. То есть, естественно, Пригожин работает на собственный имидж. Он пытается завоевать себе военную славу. Такого, знаете, хочет стать таким российским Наполеоном. Но Наполеоном начало 90-х годов 18 века. Когда только начиналась его карьера. Еще задолго до того, как он стал императором. Но Наполеон-то стал императором. Это сигнал уже для Путина. Для Патрушева, для Медведева, которого Пригожин публично высмеял за эротические фантазии. Это слова Пригожина. Это еще сигнал российским элитам и самому Путину. К вашим словам добавлю, была информация, что вроде бы может быть такая версия, что именно Пригожин сдал позиции Рогозина, который был там на фронте. И сдал, слил это место расположения Рогозина. Поскольку начался эта бойня между ними. И возможно даже Рогозин хотел свою тоже какую-то пленую ЧВК создать. И вот, ну скажем так, ответка Пригожина прилетела. Ну я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. У меня нет информации. Кто-то слил явную информацию. Место пребывания, несомненно. И сливают регулярно. Я, кстати, не удивлюсь, если сольют через какое-то время и место пребывания Пригожина. Не удивлюсь этому. И дай бог, чтобы это и случилось. Но я не думаю, что вот этот персонаж, которого вы вспомнили, которому там осколки попали, Рогозин имеется в виду, в заднее место, что он представлял какую-то угрозу для Пригожина. Ну, может быть. Пригожин решает проблемы немножко по-другому. Но самое главное, понимаете, вот его непомерные амбиции, его чрезмерная политическая активность, в том числе медийная активность, она уже вышла за рамки приемлемого. Это нарушение правил игры в рамках путинской системы. И поэтому я думаю, что его будут ставить на место. Пока пусть работает. Пока он нужен Путину, вот пусть он там возьмет солидар. Пусть таскает каштаны из огня войны, каштаны якобы для Путина. Но поскольку он каштаны для себя таскает, работает и на себя, на свой собственный имидж, то я думаю, что это через некоторое время вызовет проблемы для Пригожина. Другое дело, в каких формах эти проблемы будут реализованы. Либо салют его координаты на фронте, либо еще что-то там предпримут для ограничения его власти. Но кроме того, уже происходят тоже показательные тенденции. Вот вы это упомянули. Но это же не Рогозин сейчас создает другие ЧВК. Уже создают свои ЧВК руководство вооруженных сил. Я имею в виду Шойгу и Герасимова. Уже и другие российские руководители тоже озабочены этим. То есть уже начинается конкуренция. Уже создает Ким Чинг. Да, да. Ну и кроме того, это вот тоже очень показательно. То есть олигархи путинского разлива тоже создают. Говорят, что уже есть... Ну они были раньше охранные структуры, но сейчас их уже преобразуют в частные военные компании. Уже крупные госкорпорации это тоже самое делают. В чем значение вот этой тенденции? На самом деле это закладываются мины для самой России на будущее. Потому что сейчас эти ЧВК, частные военные компании будут использовать против Украины, в войне против Украины. Но на самом деле все, кто сейчас их создают, по примеру Пригожина и Кадырова, потому что первый раз это создал Кадыров, у него была своя армия. Так вот, все, кто сейчас создает свои ЧВК, они создают их на будущее, когда начнется борьба за власть самой России. И вот это предпосылка будущих военных разборок внутри самой России. Может быть даже гражданской войны, но как минимум смуты с использованием военной силы. Так что пусть создают. Это мины замедленного действия под саму Россию, под будущее России. Хотел с вами немножко затронуть наши международные отношения. Министр иностранных дел Германии Аналена Бербок стала первой среди глав МИД зарубежных стран, посетившей Харьков за время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Во время визита она заявила, что Германия продолжит предоставлять Украине военную помощь и сообщила о финансировании помощи Украине в виде покупки терминалово-спутниковой связи Starlink. Дмитрий Кулеба сказал о том, что уверен, что этот визит будет иметь резонанс не только в Украине и Германии, но и в Европе, и вообще в мире. Но мы уже опленный резонанс увидели со стороны Российской Федерации, как они уже, как говорят, подгорают, начали комментировать этот приезд. И Кулеба еще сказал такие слова. Наши переговоры в пути продолжались три часа. При других обстоятельствах министры обычно столько не говорят. Вот когда министры столько говорят, Владимир Вячеславович, как вы считаете, можем ли мы делать какие-то пленые заключения, что в ближайшее время возможно решение по поводу поставок леопард танков все-таки изменится? И с другой стороны, к этой же теме вопрос к вам. Мы можем еще утверждать, что какая-то определенная, хоть маленькая часть российской пропаганды, но влияет на решение зарубежных политиков принятие решений помощи Украины? Ну, влияет не пропаганда, они пытаются действовать точечно, через агентов свое влияние в западных элитах, а такие есть, сейчас уже гораздо меньше, чем раньше, но пытаются влиять. Ну, простой пример, поговорим о Германии. Канцлером Германии является лидер партии социал-демократов, СДПГ. Анна Лейна Бербак представляет партию «Зеленая». Кстати, партия самая проукраинская, давно уже. Еще со времен 2014 года это уже было заметно. Они в этом плане были более проукраинские, чем христианские демократы. И сейчас такими остаются. Это наши друзья. Но это коллекционное правительство. Так вот, Шольц, он представляет социал-демократическую партию. Большой друг Путина, господин Шрёдер, бывший канцлер, тоже стал демократ. И, конечно, тут есть определенные, скажем так, пересечения, личные связи и так далее. Напрямую влиять Путин не может. Потом надо учитывать, Шольц расчаровался очень сильно в Путине, в переговорах с Путиным. Он об этом уже неоднократно говорил. Но, тем не менее, там, среди самих социал-демократов, конечно, там идут дискуссии. У них всегда были более тесные связи с Россией. И, скажем так, большее внимание к российскому фактору, чем, например, у христианских демократов. Так что вот таким образом могут влиять. Не напрямую, косвенно. Пытаются влиять на общественное мнение. Потому что, например, вот сейчас деятельность, не пропаганда даже. Пропаганда тоже здесь работает. Но, я имею в виду, та часть пропаганды, которая работает на западный мир. Но работают тут и агенты влияния в Германии, и спецслужбы российские. Это попытка усилить на Западе, особенно в Европе, пацифистские настроения. Что нужен мир любой ценой. Надо прекращать войну, нужен мир любой ценой. Вот такого рода попытки влияния могут быть. Пока что они эффекта не принесли. Путин на это очень надеется. И я думаю, что эта работа российских спецслужб, российской пропаганды, вот в сторону усиления пацифизма в Европе, она будет не только продолжаться, будет усиливаться. Но пока что эффекта нет. Что касается визита министра иностранных дел Германии, и вот в частности такое общение с нашим министром, ну сколько поездов ехали в Харьков. Обычно в Харьков едешь, ну я не знаю, как сейчас, без остановок же, наверное, я не знаю, как по графику, если три часа, это очень быстро ехали. Обычно там часов пять надо ехать, не меньше, а то и больше. И это, конечно, помогает установлению более таких, я бы сказал, понятных личных отношений. Потому что всегда субъективный фактор, ну скажем так, вот хорошее взаимоотношение личное между министрами, президентами, премьер-министрами или нет. Есть какая-то химия в этих отношениях, личная симпатия. Значит, тогда и на политику это будет влиять очень сильно. А если есть взаимное отторжение, недоверие, неприятие, ну извините, там что-то не понравилось, в поведении, в риторике, ну в манере общения, это будет негативно сказываться и на политических отношениях. Поэтому вот когда есть многочасовое общение, это возможность лучше друг друга понять, обговорить самые разные темы. Потому что обычные протокольные переговоры, это два-три часа обычные протокольные переговоры. А здесь возможность для неформального личного общения. И это, конечно, играет роль. Второй важный фактор. Я тут пример приведу с президентом Германии, Штайнмайером. Он же поехал в Черниговскую область, посидел в бомбоубежище. Как это повлияло на него? Он и до этого уже, в первые месяцы войны, он признал публично, в отличие от Меркель, ведь он был одним из архитекторов Минских соглашений тоже, как министр иностранных дел тогда. Он признал свою личную ответственность и сказал, что это была ошибка. Поиск компромисса с Россией, заигрывание с Россией, он признал эту ошибку. Но побывав в Украине, посмотрев на эту войну собственными глазами, он стал большим другом Украины и очень большим критиком России. И он призывает изменить сейчас политику Германии, сделать ее более последовательной, более системной в поддержке Украины. Вот как это влияет. Поэтому, когда люди приезжают в западные политики, приезжают западные лидеры, министры, приезжают в Бучу и Ирпень, это было весной, потом вот Чернигов, Харьков сейчас, Мишель, по-моему, приезжал в Одессу, один из руководителей Европейского Союза. Это все помогает увидеть войну изнутри, эмоционально работает в нашу пользу, увеличивает число друзей Украины. Поэтому поездки в Украину, и особенно в прифронтовую зону, они имеют огромное значение, и это, конечно, влияет на политические решения. То, что вы назвали, это лишь часть. Самая главная дискуссия идет. Я пока бы сейчас не торопился с выводами, что там Леопард нам уже завтра дадут. Пока еще немцы к этому не готовы. Там идет очень сложная, острая внутренняя дискуссия. Они боятся, что это приведет... Ну, не все, но часть немецких политиков, включая канцлера Шольца, боятся, что это приведет к эскалации войны. Но сейчас это ведь дискуссия очень активная в Германии. И число сторонников предоставления Украине танков увеличивается в немецких элитах. А у них правительство коалиционное, что надо иметь в виду. То есть не только канцлер решает, это как бы совместное решение. Но позиция канцлера, она важна. Дальше, заметьте, пусть пока решения по небольшим партиям танков, но уже принимаются. Франция поставила нам легкие танки. Пример Чехии лично надписал. Один из танков, который сейчас поставляется из Чехии в Украину. Поляки поставляют небольшую партию современных танков в Украину. Сейчас вот обсуждается решение о поставках американских танков. Все это очень важно, потому что буквально через неделю, чуть дольше, состоится новая конференция платформы «Рамштайн». Эта платформа, напомню, она занимается координацией поставок вооружений Украины. И думаю, что главная тема на этой конференции, они ежемесячно проходят, будет как раз тема поставок Украине танков, тяжелой бронетехники. Ну и боеприпасов, естественно. Да, система ПВО, естественно, но танки. Вот это сейчас как бы самый главный дискуссионный вопрос. Поэтому немцы ведь... Почему это важно? Главный аргумент Шольца. Если это будет скоординированное общее решение, что Украине будут поставлять танки, тогда и мы будем поставлять. Мол, мы не будем первыми. Главное прорвать вот эту плотину, вот этот блок, боязнь. Это, знаете, как вот, что происходило в течение войны. Украины было целый ряд красных линий, которые сам Запад себе нарисовал и которые он постепенно преодолевал. Была до 24 февраля у Германии красная линия. Никакого летального оружия Украине. Война началась, начали поставлять летальное оружие. Но была красная линия. Нельзя поставлять тяжелое вооружение. Потому что это будет эскалация войны, риски новые. Но, конечно, оказалось, надо поставлять. Начали поставлять артиллерию. Оказалось, ничего страшного не произошло. Наоборот, это помогло Украине. Боеприпасы начали поставлять. Была красная линия по системам ПВО. Но когда начали обстреливать россияне, энергетические объекты Украины и крупные города, начали поставлять систему ПВО. Что это Патриот дошли? Да, да, и по Патриотам была тоже у американцев красная линия. Мы видим преодоление этих красных линий. Вот сейчас идет работа по преодолению еще одной красной линии по танкам. Она уже, то есть, первый прецедент уже есть, это очень важно. Это такие символические решения, но они показывают, это возможно, это нужно. А вот на конференции Рамштайн, по-моему, 20 января она должна быть, вот должно быть уже обсуждено, как это будет практически делать, в каких объемах и как. Поэтому, я думаю, что решения будут приняты, а какие танки будут поставлять раньше, Леопарда или Абрамсы, я не военный эксперт, но я думаю, это не столь существенно, это существенно с точки зрения военной тактики, для нас важно преодолеть вот этот рубеж, чтобы начали нам поставлять танки, бронетехнику, потому что это очень важно будет для дальнейших наступательных действий украинской армии. Вы до этого говорили об отношениях, я кратко хочу вас спросить две темы, появлялась информация, об этом сообщало издание Financial Times, о том, что Россия не предупредила Китай о своих намерениях начать полномасштабное вторжение на территорию Украины, теперь в правительство Китая говорят о недоверии лично к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и о намерениях лидера КНР Си Цзиньпиня перезагрузить отношения со странами Запада. И поэтому видели недавние эти общения, когда Шольц ездил в Китай, ну и другие, скажем так, инициативы, и можем ли мы действительно сделать такое заключение по этому, по этой публикации? Пока рано делать окончательные выводы, но появление этой публикации, точнее, этой информации, оно очень знаменательное. В каком смысле? Я просто напомню, что в прошлом году почти все были убеждены, ведь накануне войны Путин встречался с Си Цзиньпином, я напомню, на открытие Олимпиады и специально, ну было, ну все эксперты были убеждены, что войну Путин, начало войны против Украины, Путин отложил для того, чтобы не портить проведение Олимпиады в Пекине. Поэтому я вам откровенно скажу мою субъективную позицию, я мало верю в то, что Путин не информировал Китай о том, что он пойдет войной на Украину, против Украины. Скорее всего, может быть, не полной форме, намеками, мы не знаем, как именно это произошло, но, скорее всего, все-таки Путин предупреждал. Но то, что китайцы сейчас, именно сейчас, сделали эту утечку в западном СМИ и сказали, что Путин нас, если называть вещи немножко грубовато, обманул, не сказал как бы полноценно, точно, что он пойдет войной против Украины. Я думаю, что тут есть игра определенная, есть некоторая информационно-политическая манипуляция, но это сигнал о том, что Китаю не нравится то, что сделала Россия. И сам тезис о том, что Пекин не доверяет Москве, это очень значимо с точки зрения дальнейших отношений между Пекином и Москвой и Китаем и Западом. Ну и вот еще другая часть этой информации, что Китай, в принципе, настроен, скорее, на более конструктивное отношение с Западом. Кстати, назначение нового министра иностранных дел Китая, бывшего посла Китая в США, который очень себя там активно проявил, и он скорее такой конструктивный прагматик, не сторонник, как там их называют, «новые волки», условная такая партия войны в китайском руководстве, а это человек, который вроде бы настроен к более прагматическим отношениям с Западом. Это, на мой взгляд, позитивные сигналы, но пока не будем торопиться, это же утечки. Это утечки для того, чтобы сохранять мосты. Идут активные переговоры между Китаем и Западом, с Америкой, с Соединенными Штатами. Пока недалеки от завершения, есть риски так называемой чиповой войны. Это между США и Китаем. Поэтому по-разному может складываться ситуация. Я не думаю, что Китай откажется вообще от сотрудничества с Россией, потому что невыгодно Китаю, чтобы Россия полностью проиграла эту войну. Противостояние с США у Китая будет продолжаться. Но Китай, видимо, понимает, что пока не готов, тем более в условиях поражения России, не готов к активному военно-политическому противостоянию с Западом. Особенно по экономическим причинам. Экономически Китай зависит от торговли с Западом. Гораздо больше, чем, например, от торговли с Россией. Гораздо больше, намного больше. С этой точки зрения, я думаю, работает в первую очередь такая, я бы сказал, экономическая логика, а не логика военно-политического противостояния. И в этом смысле это позитивный сигнал, но пока еще рано делать окончательные выводы. Но думаю, что Китай действует здесь более прагматично и конструктивно, а это, в общем-то, в целом отвечает нашим интересам. Вот в контексте вашего ответа последняя как раз тема. она касается этих отношений. В Вашингтоне было проведено моделирование возможных боевых действий США против Китая в случае вторжения последнего на Тайвань. Все 24 сценария развития событий указывают на победу в этой войне, все-таки одерживают США. Сообщает об этом CNN. Аналитики принесли к выводу, что украинский сценарий с долговременным обеспечением союзника вооружениями во время боевых действий невозможен. То есть, получить оружие Тайваню нужно до начала возможного обострения военного конфликта. Почему я так с улыбкой все-таки обратил внимание, кто сообщает, но мне кажется, что в этом случае немного играет еще роль известное выражение место сидения определяет точку сидения. Конечно. Но это тоже утечка. Слушайте, одна утечка со стороны Китая, другая утечка со стороны американцев. Американцы тоже, но китайцы делают и делали во всяком случае в прошлом году тоже угрожающие утечки. И они, кстати говоря, такие тоже даже не утечки, а некую демонстрацию силовых действий периодически проводят. Это пролеты китайских самолетов в воздушном пространстве Тайваня. Ну и активное присутствие военных сил Китая возле Тайваня. Поэтому обе стороны как бы тоже демонстрируют мускулы. Но самое главное, вот все-таки вот эта информация, которую мы перед этим обсуждали, о том, что есть экономический интерес, особенно у Европы, ну и у американцев в принципе тоже. На самом деле есть понимание с обеих сторон, со стороны Китая, со стороны Запада, включая США и Европу, что если сейчас начнется прямое военно-политическое противостояние между Китаем и Западом, это обрушит всю глобальную экономику. Обрушит. Последствия негативные будут гораздо больше, чем от последствий войны между Россией и Украиной. Гораздо больше. Потому что основные объемы торговли, глобальной, мировой торговли, между Китаем и Западом. И торговые пути связаны с этим. Поэтому, конечно же, это огромная угроза. А Китай сейчас находится в сложном положении. Ну, мы знаем, то, что они резко поменяли антиковидную политику. Сначала была так называемая политика нулевой терпимости, когда был тотальный карантин, закрытые города. А сейчас наоборот. Резко, на 180 градусов поменяли политику как бы пожалуйста, открыто, нет никакого карантина. А Запад теперь опасается нового всплеска пандемии. Плюс опасения новой рецессии, экономической стагнации в нынешнем году в связи с ситуацией в Китае. Там куча внутренних проблем экономических в Китае. Такой потенциальный мыльный пузырь на рынке недвижимости, снижение темпов роста, опять-таки влияние эпидемии ковид на китайскую экономику. Поэтому китайцы в принципе как правило они действуют рационально. И все-таки самое главное что они выходят сугубо из экономических расчетов. Но американцы на всякий случай их так пугают. Ну и знаете то что пугают пугают, но китайцы я думаю сами прекрасно видят. Пока они не готовы в военном отношении к полноценному военному противостоянию Соединенными Штатами. Так что этот фактор тоже сказывается. А эта информация СНН это так. Знаете такое профилактическое предупреждение. Владимир Андрей Александрович Ставец. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, за ваши ответы, за время, которое вы определили для нашего зрителя. Ну и конечно же, как всегда, говорю, берегите себя и до следующей встречи в наших эфирах. Всего доброго и со всеми прошедшими праздниками. Спасибо огромное, взаимно. Нашим зрителям хочу напомнить, друзья, Владимир Фисенко был с нами на связи. Не забывайте этому видео поставить лайк, подписаться на наш канал и, конечно же, написать вопрос, либо же комментарий. Для нас это очень важно. До следующей встречи. Также берегите себя.